Я расскажу вам, чего не стоит говорить во время этого модуля. Самый главный совет – это не молчать. Нулевая терпимость к вашему молчанию. Ну, поставьте себя на место экзаменатора, что вам можно поставить, если вы молчите. Да, можно поколебаться. Ну, я здесь, наверное, широко написал 4-5 секунд. Там секунги 2-3. Убить время фразой, там, let me see, that's not an easy question. Так, пожалуйста, не на каждый вопрос говорить. Let me see, that's not an easy question. Вот. Какой-то другой стандартный фраза, там, well, as you can probably guess. Но не молчать. Но не молчать. Другая крайность, когда вы выучили наизусть тему «Мой любимый город» и прочие темы, которые учат, учили в школах, сразу вас выдает неестественная интонация, какой-то стиль языка книжный. И поверьте, они это заметят сразу. И вот за это как раз будет пеналти точно. Потому что вы оторваните зазубренную тему, а потом начинаются вопросы по этой теме в третьей части спикинга. И шаг в сторону делается, и вы не можете ничего на ходу сообразить. Поверьте, это очень плохо. Пускай будет пауза, пускай будут какие-то неловкости, запинки. Вот сейчас я с вами разговариваю, тоже запинаюсь. Но это естественная речь. Пускай она будет у вас там такой же. Это куда лучше, чем зазубрить какой-то монолог. Перебор linking words. Да, это применимые к части райтинг. Причем такие связки в speaking как furthermore и moreover оставьте их для райтинга. Они слишком академичные, я бы сказал. Банальным also соединить. Соедините там one more point I should add или as for this. Это будет как бы попроще. Но каждый раз начинать фразу каким-то стартовым линком точно не советую. Еще один большой грех – это когда вы начинаете копировать вопрос, слово-слово повторять за экзаменатором. Звучит вопрос, what kind of food do you like eating in winter? Отвечать in winter I like eating то-то, то-то, то-то – это очень нехорошо. Скажите, in cold season I prefer eating что-нибудь такое. Что в этом предприятие? Почитаете, есть зимой. Это показывает экзаменатору, что вы быстро находитесь синонимы и перестраиваете какую-то грамматическую структуру. Умейте перефразировать. Все, вы растете в его и в ее глазах и получаете хороший балл. Одна из типичных ошибок, безусловно, волнение, стресс, может быть, что-то не удается поймать, услышать – это когда вы отвечаете не на тот вопрос. Поверьте, если вы уточните разок, даже два раза во время экзамена, вам не понизят балл. Задавайте вопросы. Лучше уточнить, чем отвечать не на тот вопрос, потому что они никак вас корректировать не будут. Они просто поставят минус, что вы не поняли его. Как задавать вопросы, как переспросить? Ну, конечно, не так, что там «what did you say?». Нет, так делать не нужно. Причем советую спросить так, чтобы у экзаменатора осталось впечатление, что вы чего-то поняли, даже если вы ничего не поняли. То есть спросите там «did I understand you correctly?» и скажите, что вы какую-то часть вы поймали. Не надо быть резким, смягчите ваше непонимание в том числе, да, подскажите, сделайте вид, что вы так разволновались, хотя и нервничать вы тоже там будете, что вы так разволновались, что вы не разобрали это слово, но с удовольствием хотите ответить экзаменатору. Ну, надо избегать говорить очень мало, очень много. Ну, как я уже сказал, что очень мало, понятно почему. Вообще мой совет – говорить, пока вас не перебьют. Не во всех вопросах, но часто это работает. Очень много не советую, почему говорить. Это больше ошибок. Безусловно, вы совершите больше ошибок. Если вы уверены в себе, говорите чисто, окей, говорите, пока вас не перебьют. Ну, есть советы, рекомендации, 3-4 предложения, минимум, минимум для части первой. Да, до шести там предложений в последней части, в третьей. Не забывайте, вторая часть – это монолог. Там полторы-две минуты разговариваете. Там уже, соответственно, предложение сложно посчитать. Но, да, вот эти три предложения – это зависит от длины предложений. Сами понимаете, что они должны быть по возможности сложными. Если три basic предложения – I live in Moscow, Moscow is big – три предложения такие не считаются. Плохое произношение. Да, 25% я пометил, потому что один из критериев оценки вашей речи так и есть. Fluency – отдельный аспект. Fluency – cohesion – лексика, грамматика и pronunciation. Не пугайтесь акцентов, своего акцента. Потому что акцент не прописан у них как плохой критерий. Плохое произношение – это вот связано с последним пунктом, который я написал ниже. Это вы должны расставлять акценты, говоря, подчеркивать. Я вот сейчас рассказываю, тоже выделяю голосом, тембром, какие-то ключевые фразы. Плохое произношение здесь имеется в виду – экзаменатор возникнут сложности вас понять. Либо вы переспрашиваете постоянно, не можете понять, что говорит экзаменатор. Вот эти моменты скажутся негативно на вашей общей оценке. Поэтому не будьте, скажем, ленивыми там. Сделайте вид, что вам очень интересно рассказать про глобальное потепление, что какие солнечные очки вы потеряли в каком году и какие песни вы помните с вашей молодости либо детства. Рассказывайте, подчеркивайте, улыбайтесь. Разбудите экзаменатора, потому что, поверьте, они очень устают слушать все вопросы, ответы на вопросы, которые там звучат. А вопросы иногда довольно дурацкие, скажем прямо. Поэтому пускай он либо она запомнит вас с хорошей стороны. В плане типс, коротко давайте пробежимся. Записывайте себя. Да, не очень приятно слушать или видеть себя. Да, вот, готовясь к вебинару, тоже посмотрел, что, мне кажется, звучишь так, выглядишь так, а получается не совсем так. Вот. Действительно помогает в плане, если вы записываете монолог, особенно помогает. Вы увидите, где вы делаете паузы, какие-то слова-паразиты, которые у вас постоянно встречаются. Поверьте, сделают вашу речь чище. Вот следующий аспект. У меня есть много студентов, которые очень хорошо знают английский, но они очень плохо генерируют идеи. Всем срочно нужно научиться врать, те, кто не умеют. Хотя я думаю, что все умеют врать. Пожалуйста, тренируйте, готовьтесь говорить о чем угодно. О сумочках, о машинах, о спорте, о небе. Вот, понимаете, последних тем, да, в первой части спрашивают, там, часто ли вы смотрите на небо, любите ли вы смотреть на небо днем или ночью и прочие интересные вопросы. Вот, поэтому какие бы вопросы ни звучали, быстро нужно генерировать идеи, врать на ходу, чтобы не возникали, как бы, неловкие паузы. Не думайте о содержании. Поверьте, экзаментор знает, что вы сочиняете, что-то врете, что вы вряд ли часто смотрите, задумываетесь, часто ли смотрите вы на небо и прочее. Содержание не имеет значения. Избегайте политики, избегайте религии, ну и вопрос на эти тематики вам не будут задаваться. Все остальное можете смело рассказывать. Говорите бегло. Поверьте, да, ошибки не так страшны. Здесь вот этот аспект, да, немножко тонкий. И, безусловно, не очень справедливо по отношению к тем, которые более флегматичны и спокойны. Но практика и результат студентов показывают, что те, кто вот так таратурят, как я, к сожалению, иногда, к сожалению, для остальной группы выигрывают. То есть складывается впечатление, что есть человек бегло говорит, где-то ошибается. Ошибается, потому что, наверное, бегло говорит. Вот. Ну, чисто психологически производит более положительный эффект на экзаменатора. Поэтому, ну, у кого есть этот навык, быстро сочинять, говорить, пользуйтесь им. Кто не такой быстрый скорый, берите другим, берите произношением, отличной грамматикой, лексикой и всем остальным. Eye contact. Перед вами будет живой человек. Даже если вы на компьютере будете сдавать экзамен, спикинг по-прежнему останется индивидуальная беседа. Поддерживайте eye contact, не прячьте глаза, будьте уверены, не самоуверены, но уверены. Экзаменатор тоже человек. Соответственно, любой человеческий контакт ему будет приятен, поэтому не прячьте свои глаза. И паузы, если вы хотите в спикинге сделать какие-то паузы, понимаете, если вы делаете ее на середине между идеями, то есть вас просят рассказать там про преимущества, вот это the advantages of watching films in the cinema, и вы рассказываете, что первый плюс – это там большой экран, какие-то там звуковые эффекты, потом скажете, что там можно поесть попкорн, посмеяться и всем помешать посмотреть кино нормально, а потом задумаетесь на третьем на переходе, вот здесь меньшее зло, потому что вы просто придумываете третью либо вторую идею. Это не так страшно. Если пауза возникает у вас посреди фразы, здесь понятно, что вы забыли какое-то слово, либо не знаете, как выкрутиться из той грамматической конструкции, куда вы залезли. Поэтому if you are searching for content, это ничего страшного. If you are searching for language, это уже как бы хуже. Вот. Это в плане speaking. Испонинка. Продолжение следует…